В Суклугском районе задержан депутат местного Кенеша, сообщили в прислужбе ГУВД Чуйской области. По данным милиции, 3 марта в селе Новопавловка, жилмассиве Аккордо-3, местные жители собрались из-за недовольства сносом дома жительницы. На собрание пришел депутат местного Кенеша, 1985 года рождения, который ранее был квартальным жилмассива. Он на собрании выражался нецензурной бранью и оскорблял собравшихся. В итоге собравшиеся разделились на две группы, между ними произошел конфликт. На место сотрудники милиции провели разъяснительную работу и собравшиеся разошлись. В результате депутат местного Кенеша был доставлен из-за нарушения общественного порядка за разделение собравшихся по обвинению по статье 126 «Мелкое хулиганство» УККР. По решению суда он был арестован на 5 суток. С января по февраль в 2023 году в Чуйской области выявили 411 водителей в пьяном состоянии. Об этом сообщили в ГУБДД ГУБД региона. На местах составленные протоколы и в рамках Кодекса о правонарушениях по статье 193 «Управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящимся в состоянии опьянения или не имеющая права на управление транспортным средством». С 15 марта в Первомайском районе Бишкека вступает в силу запрет на уличные силомеры, детские электромобили и различные виды велосипедов, которые функционируют в неустановленных местах. Об этом сообщили в администрации Центрального района в столице. Вета будет также действовать на уличную торговлю мороженым и прохладительными напитками в передвижных холодильниках. В администрации отметили, что перечисленные виды заработка активизируются в весенне-летний период и зачастую осуществляется без разрешительных документов. Более того, такая торговля сопровождается незаконным отключениями к городским электрическим сетям и приносит определенные потери бюджета столицы и энергосектора. Вдобавок, элементарно оставляют после себя мусор, добавили в муниципалитете. Решение принято на основании закона Кыргызстана о статусе столицы и постановление бишкекского городского княжа правила благоустройства города Бишкек. Призывникам дается отсрочка по состоянию здоровья на полгода. Об этом сообщил главный специалист управления призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Султанбек Мамиталиев. По его словам, в рамках призыва на службу по состоянию здоровья дается отсрочка на 6 месяцев. По истечении полугода призывника снова обследуют. Если его здоровье нас удовлетворяет, то он годен и мы его призываем в армию, сказал Султанбек Мамиталиев. Специалист добавил, что негодным считаются те призывники, у которых диагностируются заболевания из списка постановления правительства Кыргызстана от 2009 года. Отметим, что в Кыргызстане 1 марта начался очередной весенний призыв граждан на срочную военную и альтернативную службу. Кыргызская фондовая биржа совместно со структурой ООН «Женщины в Кыргызстане» Международной финансовой корпорацией в рамках инициативы Организации Объединенных Наций устойчивой фондовой биржи провела церемонию открытия торгов, посвященную гендерному равенству на тему инновации и цифровая экономика. Цель мероприятия – всестороннее обсуждение вопросов развития цифровой экономики и инновации. Кыргызская фондовая биржа в 2021 году стала участником устойчивых фондовых мерж, это инициатива ООН. И в рамках этого мы взяли на себя обязательства и ежегодно организуем мероприятия, то есть создаем площадку для того, чтобы обсудить очень важную тему совместно с представителями кабинета министров, администрация президента, совместно с нашими международными партнерами. Какова роль женщин в цифровизации и равные возможности для того, чтобы предоставлять на нашем рынке. Совместно с партнерами КФБ создает диалоговую площадку и приковывает взгляд общественности к вопросу гендерного равноправия и предоставления равных возможностей для всех, что соответствует плану по достижению цели устойчивого развития цель номер пять – гендерное равенство для достижения общего лучшего будущего. Сегодня мы как раз таки обсуждаем, какая роль уже играется в цифровом развитии именно женщинами, молодыми девушками, девочками самими, для того, чтобы понять вообще ситуацию, какие сегодня есть барьеры, как эти барьеры можно будет решать совместно через партнерство. Но самое главное – уже говорить про тех успехов, про тех достижениях, которые уже есть, которые лидируются женщинами, для того, чтобы поднимать, где все-таки есть пробелы, где все-таки есть возможности для того, чтобы данное развитие могло пойти быстрее. Кыргызстан станет первой в мире страной, у которой появится собственный цифровой кодекс. Данный документ станет частью регулирования правового поля цифровых активов страны. Кыргызская фондовая биржа активно сотрудничает с государственными структурами и по этому направлению. У нас на самом деле вот в этом направлении Кыргызстан, наверное, одна из первых стран, из-за постсоветских стран, который принял закон о виртуальных активах. И как раз таки здесь уже есть возможность получать лицензию для криптобенников, для криптобирж. Таким образом у нас вот в этом направлении очень активно продвигается. Кыргызская фондовая биржа, как классическая национальная биржа, работает с финансовым инструментом, как акс, облигации, драгоценный металл, товары, сырье. Но, естественно, мы тоже постепенно в этом направлении осваиваем, для того, чтобы клиентам, участникам торгов предоставлять услуги на блокчейн-технологиях. Именно хотим использовать активно те сами технологии, которые сегодня дают возможности. Кыргызская фондовая биржа, как участник инициативы ООН, устойчивые фондовые биржи, которые объединяют мировые биржи в стремлении к достижению цели устойчивого развития, ежегодно проводит церемонию «Bring the Bell for Gender Equality», приуроченную к празднованию Международного женского дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА